Искусство наносить удары, не получая их. Фехтование. В Одинцово необычайно интересный и искусный вид спорта появился больше полувека назад с подачи заслуженного тренера РСФСР Людмилы Филипповой. С 2003 года школа готовит спортивные кадры с олимпийским прицелом, имея статус специализированный. В сезоне 2014-2015 Одинцовские реперисты успели отличиться на всероссийских и международных турнирах. Новый спортивный сезон стартовал в Одинцово в последних числах августа всероссийским памятным турниром. Наставление от тренера перед выходом на дорожку и реперист Григорий Семенюк готов к бою. Воспитанник Одинцовской школы фехтования летом уже отличился на первенстве мира среди кадетов. Серебряная награда поначалу могла обернуться золотом, но заполучить трофей победителя помешала излишняя самоуверенность. Подобным оплошностям не место в новом сезоне, уверен Григорий. В борьбе за выход в восьмерку Одинцовский реперист максимально сосредоточен. Соперники сильные, потому что лучшие от каждого из 14 регионов России своя команда. В составе подмосковной сборной 15 одинцовских спортсменов. Двухдневный турнир в Одинцово для реперистов-юниоров стартовый. В начале сезона еще есть право на ошибку или погрешность. Задача минимум – улучшить личный результат. Максимум – набрать наибольший коэффициент. Турнир сильнейших юниоров – это еще и памятное состязание, которое пришло в Одинцово 8 лет назад, незадолго до кончины директора школы фехтования Елены Николаевны Володиной. На новое поколение спортсменов она смотрит, как всегда, с улыбкой. Фотография тренера и цветы неизменно на видном месте. В сезон открыт, а вместе с ним пришла пора отчаянной борьбы за попадание в сборную команду России. В первый день турнира сильнейших десятку лидеров вошел Григорий Семенюк. Павел Кармин занял 17-ю позицию. Лучший результат показали Андрей Матвеев из Санкт-Петербурга, Владислав Журавлев и Марат Бакиров из Башкортостана. Боевое, историческое, спортивное, сценическое. Фехтование бывает разным, но всегда изящным. Спортивное фехтование различается по видам оружия – рапира, шпага или сабля. В олимпийскую программу по трем видам фехтование вошло в 1900 году, а первый международный турнир прошел через 21 год в Париже. Состязания среди женщин появились чуть позже, а чемпионат Европы под эгидой Европейской конфедерации фехтования стали проводиться с 1981 года. Девятью годами ранее появился Кубок мира, который первым среди саблистов завоевал советский спортсмен Виктор Сидяк. С 1994 года воспитанники Одинцовской школы фехтования – постоянные участники всероссийских и международных состязаний. Сезон начался у нас турниром в конце августа месяца. Вы на нем присутствовали. Это турнир памяти мастер спорта Елены Володиной. Он начинает этот сезон отборочно к переносам Европы и мира среди юниоров. В этом году у нас непосредственно принимают участие, которые могут попасть на переносы Европы и мира. Это два спортсмена, две наши звездочки. Это Григорий Семенюк, серебряный призер переноса мира и серебряный призер переноса Европы среди кадетов в этом году. И сейчас он перешел уже в другую возрастную категорию – юниоры. Конечно, ему сложно будет сразу попасть в национальную сборную юниорскую, но чем сложнее, как я говорю ребятам, тем интереснее. И Павел Кармин – это уже опытный спортсмен. Пока он не достиг высоких результатов, где-то травмы очень преследуют нашего спортсмена. И в решающий момент, когда он в хорошей форме, какой-то прямо черный рог играет, то травмы ноги, то еще что. Я надеюсь, что все-таки наступит время, когда все травмы уже закончатся, и Павел покажет тот результат, которого, во-первых, он достоин этого результата, он очень много трудится. А в том году он стал призером первенства России. Вот эти два спортсмена и, конечно, еще многие другие, но я сказал, самых тех, которые ближе всего к попаданию в сборную. 2015 год выдался успешным и для Александра Пивоварова. На Всемирной универсиаде в Южной Корее раперист завоевал серебряные награды в личном зачете. Оставив соперника из Кореи с бронзовыми наградами, Александр сразился за золото с французом. Раперист Шастане оказался проворнее. Серебро универсиады стало приятным дополнением к победе на первенстве Европы, проходившем в Словении. Александр Пивоваров, призер универсиады 2015 года, он перешел уже в другую категорию, в молодежь. Он победитель первенства Европы по молодежи, уже был два года назад, будучи еще юниором. 9 ноября у него день рождения, ему исполняется 20 лет. Сейчас он с национальной сборной команды России, он находится в Японии вместе с Алексеем Хованским и борется за лицензию на Олимпийский рейд. Там проходит этап Кубка мира в Токио. Во-первых, очень хороший человек. Я очень рад, что мы с ним на долгие годы уже работаем вместе. Он очень добрый, отзывчивый. Во-вторых, он очень сильный спортсмен. Но сейчас еще как бы только первый год он и в молодежную сборную перешел, и сейчас уже во взрослый пробует себя. И надеюсь, что, конечно, эта Олимпиада, это еще не его, наверное, желая ему, конечно, поменьшен травм, чтобы он остался таким, как есть, таким человечным. Ну и долгих, интересных этих лет в спорте, красивых побед. Он жил вообще в городе Троицке. Его мама возила, то есть, до тренировки, это где-то час езды. Это если еще шоссе, дорога свободная, а если пробки и того больше. И она его возила уже с 7-8 лет. Они начали заниматься. Начали они заниматься у Людмана Николаевна Кониной. У нас так профилируется такая работа бригадная. Я уже подключился к этой работе, когда Саша учился уже в классе 6. Вот, Росточком был такой маленький-маленький. И когда у него первая медалька была на международной арене, это в городе Вроцлаве, в Польше, очень интересный турнир, много стран приезжает, вот такого возраста. И когда он был на педестале, там, на ступеньке, то те, которые были на низшей ступеньке, они были выше его рост. Вот, то есть, и, ну, потом Саша стал крепнуть. Сейчас он хороший атлет, такой красивый парень, очень умный. Конечно, большая, и мы с этим Сашей очень долго и много разговариваем, много нужно трудиться. И с возрастом это он понимает. И кроме того, что у него есть талант к этому искусству фехтования, он сейчас немножко переосматривает свои взгляды, переоценит, переосматривает и начинает много трудиться и качественно, и очень большая отдача, очень большая вставляемость тренировки. И поэтому результат, конечно, дает знать. И я думаю, это еще не то, к чему мы стремились. Стремимся, конечно, к Олимпийским играм. И будем стремиться, ну, даже если не получится, все это не зря, потому что это все интересно. И у Александра сейчас вот он, жалко, что сегодня нельзя взять у него интервью, но нас сюда никто не гонит. Меня на работу никто не гонит, Сашу не гонит на тренировки. Мы приходим из-за того, что мы любим это дело. Мы вставляемся и стремимся к результату. Евгений Васильевич, Григорий Семенюк еще один такой яркий спортсмен одинцовской школы. У Григория есть очень большой талант. Не обижая спортсмена, наверное, у него может быть меньше таких расположенностей именно к этому виду спорта, как у Саши Пиварова. То есть в этом таланте у него может поменьше. Но именно талант трудится, потому что вот в этом году он стал серебряный призер «Пененство мира» среди кадетов. Лет пять назад тем ребятам, которые не попали в сборную, он проигрывал. И очень сильно проигрывал. Это ребята из Самары, это такой Бармаков Богдан из Санкт-Петербурга. Проигрывал и проигрывал в пух и прах. Но шли годы, и своим трудом, конечно же, совместной работы, начинал он тренироваться у Сланы Горный-Огонькова, замечательный тренер, детский тренер, опять же, он в бригаде. Потом мы начали с Сланой работать вместе. И кроме того, что у него бешеная работоспособность, он работает еще умно. То есть он старается все то, что делает, анализировать. И вот эти тренировки, мы идем очень много видеозаписей, мы просматривали в течение этих лет, мы изучили своих соперников. А сейчас изучаем иностранцев. И то, что он занял вот эту серебряную медаль, она как бы, не то, что это было стопроцентно, но она не случайна. У меня получилось отобраться на эти соревнования. То есть это мои первые серьезные соревнования, первенство мира вообще. Соревнования тяжелые, понравились. В принципе, город красивый, Ташкент. Сами соревнования проходили тяжело. Первые бои там пока раскачался. Ну, мандраж, естественно, был, присутствовал. Без этого вообще никак. Более-менее влился уже к финалу. Уже чувство, как бы появилась уверенность в себе. Он большой вклад внес на первенство Европы в Словении в Мэри Бори. Это весной было 2015 года, в этом году. Он был в составе команды сборной России. В личных результатах он на Европе выступил. Не очень удачно он проиграл. За вход 8, но первенство Европы – это ниже уровня. Хорошо, может быть, что на Европе и проиграл. Потому что на Америке через месяц он как раз и выступил. А вот в Европе он вытянул команду и за вход в двойку мы фехтовали с французами. Очень сильная команда, очень сильный спортсмен, который завершал встречу с французами, они вели. И Григорий сделал такой маленький подвиг. Он выиграл бой, этот очень сильно выиграл. И французы ничего не смогли. Чуть-чуть не вышло у нас с итальянцем за первое место. Но, тем не менее, даже когда Гриша проигрывает, это не остается просто так. Вот проиграл и все. Очень большой анализ, он очень переоценивает. Сейчас мы вот приехали два дня назад из Бангкока. Вот в этом году этап Купа мира один проходит в Тайланде. Очень сложный, очень сложный турнир. Но старший тренер, я считаю, правильно его включили. Потому что там фехтовали спортсмены, которые не фехтуют на европейских аренах. Там фехтуют японцы, корейцы, американцы приехали, китайцы. И, конечно, это вот эта разница во времени. Бешеная жара там еще сейчас. И он проявил себя очень здорово. Да, он не призер, но проиграл за фотофинал американцу в борьбе. Это уже вот как раз первый год. Сейчас он переместился и немножко отстает от четвертого на пятое места по рейтингу российскому. Сезон только к экватору подходит. Смотрим в будущее с оптимизмом. Сейчас, опять же, я перешел уже в юниорский возраст. Надо там, можно сказать, пристреляться вначале. Почувствовать, как это вообще. Там намного больше соревнований уже и заграничных. И намного тяжелее, больше конкуренция. Вот. Надо как-то вначале, ну, раскачаться. Можно так потихонечку уже набирать форму. И попадать в сборную команду. Одинцовская рапира славится в Европе. Наши спортсмены год от года крепнут на международной арене. Успехи ребят открепляются не только личным рейтингом, но и губернаторской стипендии, в которой получают 8 одинцовских спортсменов. Фехтование не только, что ты вышел на дорожку и должен красиво переиграть. Это, конечно, кураж, это, конечно, горящие глаза, энергия, это голос. Вы, наверное, когда бывали на соревнованиях по фехтованию, можно... Я когда выхожу из зала, например, да, и слышу, если спортсмен фиктует без меня в зале, я слышу его голос. И могу уже сказать, сейчас он нанес укол, или сейчас он проигрывает и выигрывает, какой счет примерно, то есть это эмоции. Самое главное – это взаимопонимание. И где-то, конечно, на что-то закрываешь глаза, не каждый раз, а на что-то, наоборот. Я очень, на самом деле, такой спортсмен, скажешь, занудистый, очень стараюсь все, чтобы было четко. Но я им признателен, они отвечают. И отвечают именно пониманием, взаимопониманием. И мы друг друга где-то, конечно, учим, именно учим. Фехтование – это уже вторая моя жизнь, а фехтовальная школа – это уже второй мой родной дом. И без фехтования жить невозможно, ты уже привыкаешь к этому, и хочешь тренироваться, тренироваться, фехтовать, выступать, показывать результаты, радовать близких, родных, тренера, естественно. Так что, тем более, и город Одинцово всегда радуется, когда мы показываем результаты. То есть все ждут от нас, и мы показываем, все рады, довольны, мы в том числе. Новый сезон – это новые, естественно, эмоции, это новые соревнования, новые какие-то спортсмены, которые появляются и развиваются очень хорошо по сравнению с предыдущим сезоном. Много-много интересных соревнований, особенно за границей, такие как Рим, Польша, что у нас Венгрия, еще Словакия. То есть очень-очень будет интересный и насыщенный год. Одинцовская школа фехтования сильна своими кадрами. Команда крепкая, сплоченная, проверенная годами. В школу возвращаются ученики уже в статусе тренеров. Работа ведется не только в Одинцово, но и в районных школах. Каждый год у нас проходит набор. Тренировка совсем маленьких, она начинается у нас, кто учится во второй смену утром, кто в первую смену, она начинается у нас в 2.30. Сейчас вот в зале идет тренировка таких уже 11-13 лет. Начиная с маленьких, потихонечку учимся, 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 как вот в школе. Первый, второй класс, десятый. Когда человек заканчивает школу, у нас занимается, мы стараемся у нас школы Олимпийского резерва. Программы, законы позволяют нам, чтобы спортсмены продолжали дальше обучение, дальше тренировки. Естественно, мы стараемся, чтобы после того, как ребенок заканчивает 10 класс, те перспективные спортсмены, они не уходят в Москву или еще куда-то, они остаются в нашей школе. Да, они часто очень по сборам ездят. Подключаются тренеры национальной сборной, вот, но они здесь, они тренируются, и основной дом их здесь. Пока они будут показывать результат, и сколько они вот смогут, они, да и когда они закончат, конечно, дом останется их все равно. Вот, а потом другой этап наступает. Они приходят, многие ребята приходят тренерами. Тренеры этой школы, практически все воспитанники этой школы. Школе уже 52 года, вот, и, конечно же, здесь вот в зале сейчас Людмила Николаевна Конина присутствует. Они еще не напоминали, первый тренер Саши Пиварова. Она одна из первых спортсменок из школы мира, почему хороший результат показывала, она многократная призерка Перинц-СССР. Вот, была очень неудобная, такая, с характером спортсменка. Сейчас ребята приходят, там у нас Владимир Тимофеев, Роман Соколов, это вот, которые молодые тренеры. Я надеюсь, хотелось бы, конечно, чтобы он еще пофектовал подольше, но Алексей Хованский, думаю, большие планы, чтобы работать тренером. Сейчас, между прочим, дочка Алексея Хованска тоже в зале тренируется. Вначале он ее так приводил, вроде как бы так, с нежеланием. Сейчас смотрю, уже на соревнования ездил, вот, и он ее уже так потихонечку помогает тренером. Мы работаем еще с общеобразовательными школами, на базе общеобразовательных школ мы набираем юных спортсменов, учеников этих образовательных школ. Приходят как и мальчики маленькие, так и девочки. Есть группы оздоровительного этапа, то есть маленькие первоклассники, с рапирами им тяжело еще заниматься. Мы их подготавливаем, проходит ОФП определенное. Дальше уже 8-9 лет, уже ребята, которые прошли оздоровительный этап, кто-то, может, пришел попозже, вот, они уже более близки к специализированным занятиям. В нашей школе порядка 300 человек с лишним. Мы работаем на 8 базах, на каждой базе минимум 1-2 группы, группа по 15 человек. Также я начинал, я начинал тренироваться в 10-м лицее, сейчас уже там нету. Потом я перешел в 8-ю школу, потому что база раньше нашей школы базировалась на базе в 8-й школе. Но в 99-м году нам открыли новое здание, наше собственное, и здесь вот как бы наша база. Вот, и тренеры, и спортсмены в прошлом, которые настолько полюбили это фехтование, они решили продолжить, как говорится, свои знания и умения уже в педагогике. Вот, и, естественно, мы набираем в разных школах для того, чтобы искать таланты и переводить сюда в старшую школу, сюда на базу, где уже более конкретно, серьезно ребята уже занимаются. Вот по уставу у нас написано 7 лет. И такая еще фраза, и в особых случаях, если ребенок, ну, развит, а в 6-ти с половиной. Сейчас, опять же, вот новые стандарты, новые законы, они позволяют это сделать, это хорошо. Были дебаты, чтобы там школа с Олимпийского резерва, значит, надо только вот с 10-ти и так далее. Но, к счастью, что все-таки позволено делать то, что позволено, потому что родители начинают уже поиск, где их чадо приютить и чем заниматься. А фехтование – это вид спорта интересный, и с детства пытаются куда отдать? Ну, на плавание, да, там, в танце, гимнастику. И много звонят в фехтование, и если мы с 7-8 лет будем говорить, что, ребята, подожди до 10 лет. Я боюсь, что мы многое потеряем, и нас многие потеряют. Да, с ними не сразу начинают заниматься с оружием и так далее, они бегают, прыгают. К сожалению, сейчас дети, я не буду обвинять, хотя мне очень не нравится, как сейчас проходит. Наверное, не везде, но, наверное, все-таки вот в мое детство я учился в жаловаться в школе. И помню, сейчас его нет уже в живых, Николай Чайгапанович, вот вспомнил я моего первого тренера, моего учителя. Это были уроки физкультуры. Сейчас не так, вот не так сейчас. Почему многое? И дети приходят, конечно, не совсем подготовленные. И мы с этого возраста их занимаемся, чтобы они умели быстро бегать, далеко прыгать. А уже потом, к 9-10 годам мы потихонечку начинаем уже с рапиркой. И это мы рады будем видеть в школе. У нас набор проходит, ну, основной набор проходит сентябрь-октябрь, но мы не отказываем никому. Занятия у нас пока, к счастью тоже, вот, нам идут навстречу и не запрещают. Занятия у нас бесплатные. В новом учебном году к воспитанникам школы примкнули и пенсионеры. Выпускники, оставившие спорт восьмидесятых, вновь выходят на фехтовальные дорожки. Впереди ветеранские турниры. В школе учился. При этой школе открылись секции фехтования. Ну, пошел, вот, начал заниматься. Занимался я в 67-го по 83-й год. Вот, получил мастер спорта и, ну, потом уже все. Во-первых, здесь как бы молодежь, и вроде в душе молодеешь. И вроде хочется доказать, что все-таки, ну, уж совсем-то и прям не такая разважная, если на пенсию вышел. Вроде что-то еще как-то, ну, можешь чего-то. Через неделю у нас будет открытый кубок Москвы. Через две недели, ну, я не знаю, может перенесут, нет, будет кубок России. Первый соминир проводится, Европа, среди ветеранов. Команда, она сильна не тем, что только есть впереди идущие, а есть общий отряд. Вот эти впереди идущие, но много фамилий сейчас можно называть. У нас в этом году будут получать 8 спортсменов губернаторские стипендии. Не районные, а губернаторские. То есть, это, значит, эти спортсмены, они либо, как минимум, призеры, чемпионы Перенеста России. Вот таких у нас 8 человек. Я назвал фамилии, вот, а у нас еще есть, я вот и говорю, Павел Кармин, Валерова Алексея, призер Серебряной Перенеста России. У нас здесь младшие, это Матвей Якушев, Эдвард НДС, Дмитрий Игнатов. Вот это те, которые в этом году получили медали. Не каждый год, конечно, так будет. Было бы здорово, не каждый год. И такой не бывает. Потому что у нас все-таки школа. Нам сложно соперничать с такими монстрами, скажем так, в кавычках, как сборная Башкортостана, Санкт-Петербурга, Москвы. Но, тем не менее, соперничаем и частенько оставляем их недовольными, потому что побеждаем, но и когда-то проигрываем. Сейчас у нас младшие кадеты Артем Антикиан, Константин Ишеев. Мы боремся за попадание в сборную по кадетам. Сейчас тоже середина экватора, сложно сказать. Но будем стремиться, будем бороться. И я надеюсь, получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok